На коленях перед вторым лицом государства Татьяна Кадукина просит не милостыню, а воду. Проблему с водоснабжением Дмитрий Медведев пообещал решить. В селе Санниково он сегодня с рабочим визитом проверяет развитие сельских территорий. В сопровождении высоких лиц посетил детскую площадку, которую построили в рамках специальной программы. 1 миллион 200 тысяч рублей из бюджетов всех уровней. Гуляете? Привет! Гуляем! Не холодно? Нет, слава богу, все хорошо привыкшие. Привыкшие точно. Есть какие-то изменения? Происходит? Происходит, вот тут. Площадка появилась. Спортивная площадка. Но и в целом здесь комфортно жить. Нацпроект по развитию сельских территорий должен создать комфортные условия. Четверть населения страны живут в деревнях, а на Алтае и того больше, отметил сам Дмитрий Анатольевич. Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 20-й год государственную программу в федеральном бюджете заложили около 36 миллиардов рублей. Деньги прежде всего были на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание территории населения. Речь идет о новых ФАПах, детсадах, школах и домах культуры. Дмитрий Медведев отметил, что эти объекты строят недостаточно быстро. Уже конец года, а где-то только идет строительство. В свою очередь Виктор Томенко отчитался о своей работе в сельской местности. Десять построенных детских садов на 2515 мест в течение этого года будет завершено и запустится в эксплуатацию после лицензирования в начале следующего года. Построено шесть ФАПов, три непосредственно по национальному проекту здравоохранения, три по нашей программе устойчивого, которая завершается, устойчивого развития сельских территорий. Вопрос сел касается и расширения медкластера в Барнауле. Речь идет о санавиации. Сейчас вертолетная площадка находится за новым мостом. Медведев отметил, что нужно бы перенести поближе к больнице. Надо посмотреть, где можно строить строительство площадок, в связи к медицинским учреждениям, ну и, естественно, посмотреть на источники финансирования. Он, к слову, обратил внимание губернатора и еще на одну проблему, которую ощутили даже в Москве. А еще он попросил навестить Татьяну Кадукину. Она, кстати, немного переживает, что подвела охрану председателя правительства, но промолчать не смогла. Когда астма и вот эта нервная система, она все разрушает, и я вот все, у меня вспыхнула, я начала задыхаться, и я уже не контролировала себя уже все. Кстати, в такой ситуации Татьяна не одна. Говорит, еще 140 квартир живут без горячей воды и мерзнут в домах из-за бездействия местных властей уже три года. Виктор Томенко посетил женщину и сказал, что проблему обсудит в ближайшие дни. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.